Продолжение следует... ...самый правдивый человек на свете. Сударня, может быть, вы все-таки объясните мне, куда мы едем в столь поздний час? Милый граф, я уже сказала вам, мы приглашены на вечер к самому удивительному человеку, с которым когда-либо сводила меня судьба. Да, хорошо. Но я не понимаю, к чему вся эта нелепая таинственность... Я достаточно знаю вас, граф, и, как видите, рассчитала верно. Ваше любопытство взяло верх над вашим скептицизмом. Но, однако, скажите, наконец, к кому мы едем? К барону Карлу Фридриху и Ирониму Мюнхгаузену. Что? Кучер, поворачивайте! Мы возвращаемся домой! Кучер, мы едем к барону Мюнхгаузену! Дорогая, к этому лгуну и болтуну увольте, я не поеду! И будете неправы трижды! Но почему? Во-первых, Мюнхгаузен самый правдивый человек на свете! Этот довод отпадает дальше! Во-вторых, вы, как истинный рыцарь, не бросите меня одну на половине дороги, потому что я все равно поеду! Это, к сожалению, так! И, в-третьих, взгляните в окно кареты! Мы уже приехали! Дорогая, я прошу вас, вернемся! Уже близится полночь! Вот и хорошо, мы как раз вовремя! Но почему так поздно? Именно в полночь Мюнхгаузен начинает рассказывать свои истории! О-о-о! Гра, мне еще долго ждать, пока вы предложите мне руку! Ну, хорошо! Хорошо! Я пойду с вами! Я пойду! Но лишь для того, чтобы разоблачить этого лгуна и болтуна! Идемте! Идемте скорее, Гра! Только смотрите, как бы вас самого не разоблачили! Субтитры создавал DimaTorzok Рад приветствовать всех, почтивших меня своим присутствием! Мы, конечно, рады видеть вас, барон! Яркий солнце на нашем пасмурном небосклоне! Ваши друзья всегда встреча с вами в праздник! Ну, какое-то няло! Ну, какое-то причине! Мы столь давно не имели счастья видеть, чувак! О, ну, дело в том, Маркиш, что один мой родственник, человек немолодой и небогатый, бил себе в голову почему-то, что существует где-то страна, в которой живут великаны! Бил! И он попросил меня непременно отыскать для него эту страну! А Мнаграда обещал оставить его небольшое место следствия! Уже очень он хотел посмотреть на этих великанцев! Ну, я, естественно, согласился! Снарядил корабль и мы отправились сперва в Южный океан! Ну, по пути мы не встретили ничего удивительного, кроме разве нескольких летающих женщин, которые порхали по воздуху, как мотыльки! И вы верите всей этой драконаве? Тихо, граф, не мешайте, пожалуйста! А вот на восемнадцатый день началась ужасная буря! Ветер был такой сильный, что поднял наш корабль над водой и понес его, как пушинку по воздуху, все выше, 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 выше! Шесть недель носились мы над самыми высокими тучами! Наконец-то мы увидели круглый сверкающий остров! Ну, конечно, это была Луна, мы догадались! Мы нашли удобную гавань и вышли на Лунный берег! А внизу далеко-далеко мы увидели другую планету с городами, лесами, горами и морями! Мы догадались, что это покинутая нами Земля! В Луне нас окружили какие-то огромные чудовища, сидевшие на трехголовых орлах! Оказывается, эти птицы заменяют жителям Луны лошадей! Надо сказать, что там все вообще гораздо больше, чем у нас на Земле! Ну, мухи там, говорите, ну, каждая муха с овцом! А каждое яблоко, например, ну, как арбуз! Вот так вот! Но надо сказать, что тратить время на еду лунным жителям не приходится! Как так? Как так? А дело в том, что в левой стороне живота, вот примерно вот под этим ребром, или даже немножко ниже, вот тут! У них находится такая особая дверца! Они открывают ее, эту дверцу, кладут туда пищу, потом закрывают дверцу до другого обеда, который бывает раз в месяц! Они обедают ее 12 раз в году! Это же очень удобно! Да, конечно, удобно! Но, вы знаете, вряд ли земные обжоры и лакомки согласились бы обедать так редко! Лунные жители вырастают прямо на деревьях! И, что самое интересное, голову свою они носят подмышкой! Подмышкой! И, отправляясь путешествовать, оставляют ее дома, чтобы она не испортилась в дороге! И могут совещаться со своей головой, даже когда находятся очень далеко от нее! Не понимаю, почему вы смеетесь, граф! Неужели вы думаете, что я говорю неправду? Да! Очевидно, граф свалился с луны! Да! То есть, нет! Нет! Там я никогда не был! Так вот, когда вы там будете, вы увидите, что я ничего не выдумываю и рассказываю одну только правду! А так, как знаю, я несколько заговорился, и все мы забыли, что стол накрыт! И давно пора приступить к ужину! Прошу вас, господа! Субтитры создавал DimaTorzok Ваши обеды и ужины славились всегда, но сегодня вы превзошли себя! Это королевский стол! Ваши роскошные стол! Украшают изумительно жареный курапок! Кенни просто таят! Он во рту и никогда не делал ничего подобного! Дерсогиня! Это потому, что они приготовлены особым способом! Каким? Каким? Вы не могли бы нам рассказать? С превеликим удовольствием! Когда я сегодня утром возвращался с охоты, я истратил все пили. И вдруг у меня из-под ног выпорхнуло 70 курапок. Я не мог допустить, чтобы от меня ускользнула такая отличная дичь. Я зарядил мое ружье... У вас же не было пуль! Совершенно верно. Я зарядил мое ружье шомполом! Чем? Обыкновенным шомполом, шомполом! А что такое шомпол? Это такая железная круглая палочка, которую прочищают ружья! И, граф, вы себя дурно ведете в обществе! Я тоже был дальше, дорогой Минхаус! Дальше я подбежал к курапаткам, вспугнул их и выстрелил. К курапатки взлетели одна за другой, и мой шомпол проткнул все семнеси. И они свалились к моим ногам. Минхаус – первый стрелок на свете. Такого стрелка еще никогда не бывало. Это просто чудо! Это еще что, Маркиз? Представьте себе мое изумление, когда я их поднял с земли. Они были жареные. Что? Жареные? Каким образом? Да, они были жареные. Впрочем, иначе и быть не могло. Ведь мой шомпол сильно нагрелся от выстрела. И курапатки, попав на него, не могли не изжариться. Теперь я понимаю, почему эти курапатки стоят изысканно вкусными. В домашних условиях ни один повар на свете не сможет их так приготовить. Несмотря на то, что я ваш гость, Мюнхаусен, и курапатки ваши действительно превосходные, я хочу сказать, что весь ваш рассказ – чистейшая выдумка. Ну что ж, тогда у меня к вам вопрос, Гра. Извольте, извольте. Откуда на этом столе эти курапатки? Я не знаю. Тогда спросим у остальных. Вы герцог знаете? Нет. Нет. Вы маркиз? Я не знаю, не знаю. Может быть, дамы знают? Нет, нет. Как видите, никто, в том числе и выграв, не знает. Следовательно, и опровергнуть рассказ мой не может. Но ведь ваш рассказ противоречит здравому смыслу. Отлично. Тогда с точки зрения вашего так называемого здравого смысла остается предположить, что либо курапаток вовсе нет. Господа, я этого не говорю. Либо они попали на наш стол, так как я об этом расскажу. И вся моя история правдива. Господа, но я, вы, но... Гра, никаких но, никаких но. Не становитесь посмешищем. Ну, теперь-то вы понимаете, дорогой граф, что Мюнхазен всегда говорит правду. Правду. И только правду. Чтобы оценить вкус этих курапаток, необходимо обладать неиспорченным вкусом. Да? Ну, я не знаю. Я не знаю. Все это очень, очень странно. Все это очень просто, дорогой граф. И зависит всего лишь от взгляда на вещи. Да. С вами, например, случались какие-нибудь неожиданные истории? Со мной? Да, конечно. И вы бывали им поражены? Да. Ну вот. А со мной всевозможные истории случаются беспрестанно. Поэтому я всегда удивляюсь обычному. Вот, например, недавно я шел по лесу и споткнулся о пень, который, увы, не усмотрел своим всевидящим оком. И вы знаете, я упал. Не правда ли удивительная история? Вы что, вы издеваетесь надо мной? Нет. Господа, сейчас будет горячее. Но прежде я хочу рассказать о происхождении этого горячего. Иду я как-то в прошлом году по лесу, ем сладкие и сочные вишни, которые купил по дороге. И вдруг передо мной олень, ствольный, красивый, с огромными ветвистыми рогами, а у меня, как назло, ни одной пули. А олень, конечно, приспокойно стоит и глядит на вас. Ну, угадали, граф, именно так и было, стоит и глядит на меня. Но, к счастью, у меня осталось еще несколько вишен, и я зарядил ружье вместо пули вишневой косточкой. Ха-ха! Да-да, да-да, не смейтесь, граф. Обыкновенной вишневой косточкой раздался быстро. Ах! О! О, Виконт! А помните, вы... вы оплевали меня вишневыми косточками. Я не потерплю такого оскорбления. Если вы не извинитесь передо мной публично, и сейчас же я вызову вас на дуэль. Во-первых, это косточки не вишневые, а куропатки. Тем более! А во-вторых, зачем вы держите на голове канделябр? Канделябр? Словно вы рогатый олень. Что? Действительно? Канделябр? А зачем я его взял? Я не понимаю, это какое-то наваждение. Успокойтесь, да. И поставьте канделябр на место. Моя история еще не кончена. Так вот, спустя год я снова охотился на том же месте. Конечно, к тому времени я совсем позабыл об истории с вишневой косточкой. Нет, увольте. Увольте. Я эту историю не забуду никогда плюнуть мне в лицо костью. Я просто столбенел. Друзья, тигр, у меня было такое же чувство, когда из части леса прямо на меня выпрыгнул великолепный олень, у которого между рогами росло высокое развисистое вишневое дерево. Вот не меньше, чем эта пальма в углу. Ха-ха-ха-ха! Да, поверьте, это был очень красивый стройный олень. И на голове у него стройное дерево со спелыми вишнями. Я сразу догадался, что это дерево выросло из той маленькой косточки, которая в прошлом году послужила мне пули. На этот раз у меня не было недостатка в зарядах. Я прицелился, выстрелил, и олень замертво грохнулся на землю. О-о-о! Помогите! О-о-о! Помогите! О-о-о! Помогите! О-о-о! Дорогой грамм, дорогой грамм, вы не ушиблись? Нет же, ничего, так слегка. Я не понимаю, зачем мне понадобилось поднимать и ставить себя на спину эту огромную пальму. Я ничего не понимаю, не понимаю еще. Вы, по-видимому, так увлеклись рассказом нашими любезными паузами, что вообразили себя рогатого лени. Возможно! Нет, это невозможно! Это невозможно, и это ведь ничего не объясняет. Это какая-то дьявольщина. Этот ваш Мюнхгаузен, колдун, он наколдовал вас всех! Я рассею эти колдовские чары! Где моя шпага? Да, мой грамм, успокойтесь, 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 прошу вас. Ну, все очень просто. С вами произошло то, что бывает в этом доме с каждым. Тут нет ничего удивительного. Дело в том, что наш глубоко уважаемый хозяин – величайший рассказчик на всем свете. И мы, частые гости Мюнхгаузена, давно привыкли к тому, что невольно становимся участниками его рассказов, которые, без сомнения, являются самыми правдивыми на свете. Не удивляйтесь, граф, и тем более не огорчайтесь. Вы еще легко отделались. Лично я, например, остался после одного из рассказов Мюнхгаузена без волос. Какие образы? Очень, очень просто. Достопочтенный друг Мюнхгаузен, вы позвольте рассказать эту вашу историю? Она, конечно, не будет столь искусна, но, несомненно, столь же правдива. Ну, расскажите, расскажите, Герц. Благодарю. Как вы можете сами убедиться, наш голубокочтимый хозяин живет на берегу обширного пруда. Однажды утром, подойдя к окну, он заметил на пруду диких уток. Мигом схватил ружье и сломя голову, выбежал из дому. Но в попыхах, сбегая по лестнице, он ударился. Я не помню, правда, обо что ударился он головой. От двери, милейший мальчик, от двери. Ага, ну, я верю вас за помощь Барону. Да. И когда Барон ударился от двери, у него из глаз посыпались искры. Но это его не остановило. Он побежал... Куда он побежал? А, он побежал дальше. Я все правильно расскажу? Все правильно, не волнуй. Так вот, он побежал дальше. Вот и пруд. Он прицелился в самую жирную утку и хотел уже выстрелить. Но к ужасу своему заметил, что в ружье нет кремня. А без кремня, как известно, выстрелить невозможно. Вот что бы вы, граф, сделали, оказавшись в таком положении? Я побежал бы домой за кремнем. Ваше предложение, конечно, верно, если не считать того, что утки могут улететь. Тогда... Тогда я не знаю. Ну, вот видите, граф, вы не знаете, вы растерялись. Но не таков наш Мюнхгаузен. В голову ему пришла блестящая мысль. Какая? Какая? Ага, какая. Ага! Мюнхгаузен изо всей силы ударил себя кулаком по левому глазу и с глаза, конечно, так и посыпались искры, и порох мгновенно вспыхнул. Да, порох вспыхнул, ружье выстрелило, и Мюнхгаузен убил одним выстрелом десять отличнейших... уток. Я все правильно сказал? Вы замечательно рассказали мою историю, Маркиз. Но, однако, допустили две небольшие ошибки, которые я все-таки не могу не исправить, как поборник, правда. А какие? Первое. Я убил не десять, а двенадцать уток. Простите, простите, меня дурацкая память. Кроме того, когда я высекал искры, я ударил себя по правому глазу. Как? По правому? Да, по правому. В левом глазу искровой эффект. Значительно меньше, Маркиз. Поэтому советую вам, когда вы в следующий раз будете таким образом разводить огонь, употребляйте правый глаз. О, благодарю вас, благодарю вас, милейшему, я вас благодарю. Я непременно воспользуюсь вашим советом, который чрезвычайно облегчит мне дорожные трудности. Будет ли мне позволено рассказать одну из ваших замечательных историй, барон? Милости прошу, Герцогин. Я хочу сделать еще и потому, что, полагаю, она будет весьма поучительной для графа. Я уверена, что эта история убедит его в правдивости каждого вашего слова. Дорогой, мы внимательно слушаем вас, Герцогин. Известно, что находчивость самый главный в жизни, но нет на свете человека находчивее нашего друга Мюнхалстера. Это действительно так подтверждаю. Тут нет никакого преувеличения. Пожалуйста, не перевевайте меня, Маркист. Простите, простите. Итак, однажды в дремучем лесу Мюнхалстеру попалась чернобурая лисица. Шкура этой лисицы была настолько хороша, что Мюнхалстеру стало жаль портить ее пулей или дровью. Немедленно, ни минуты он вынул пулу из ружейного ствола и, зарядив ружье длинной сапожной иглой, выстрелил в эту лисицу. Так как она стояла под деревом, игла крепко пригвоздила ее хвост к самому стволу. После этого Мюнхалстера не спеша подошел к лисице и начал хлестать ее плеткой. Она так ошелела от боли. Я понимаю, у вас, граф, это трудно поверить, что выскочила из своей шкуры и убежала от Мюнхалстера ногишом. А шкура досталась ему целая, не испорченная ни пулей, ни дробью. Это ложь! Ложь! Это, это ложь! Я не верю! Это обман! Это выдумки! Ну, что вы так нервничаете, граф? Если вы не верите своим ушам, то, может быть, поверите глазам. Взгляните на мою муфту. Разве не сшита она из чернобуры лисицы, которая выскочила из своей шкуры? Нет, это чудовищно! Вы превосходно рассказываете, Дерцаниня. Признаться, даже я иногда начинаю завидовать этому вашему умению. Дорогой Мюнхалден, вы сделали мне лучший комплимент, на который я могла бы рассчитывать. Господа, скоро подадут десерт. О, конечно! однако, до этого времени я хотел бы рассказать вам одну новую историю, которая произошла со мной нынешней зимой. Итак, как вы знаете, зима в этом году была очень холодной. Очень. Даже солнце простудило. Отморозило щеки, и у него сделался нас. Но когда солнце простужно, от него вместо тепла идет холод. В это время я как раз возвращался домой. Вот себе представить, как я продрог, как я сильно продрог свои колени. Кроме этого, была сильная метель, и я приказал моему кучеру трубить вражок, чтобы встречные экипажи знали о нашем приближении. Кучер исполнил приказание, он взял вражок и стал дуть. Дум, 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 но из вражка не вылетало ни единого звука. Почему? Сейчас узнаете. Несмотря на все трудности, мы преспокойно доехали до ближайшей гостиницы. Ах, как приятно было согреться после такого лютого мороза. Мой кучер повесил рожок неподалеку от печки, сам подошел ко мне, и мы стали мирно беседовать, и вдруг рожок заиграл. Мы тоже очень любились, но в ту же минуту я понял, почему на морозе из этого рожка нельзя было извлечь ни единого звука, а в тепле он заиграл санцебот. Почему? Да потому, что на морозе звуки замерзли в рожке, а отогретные печки оттаяли и стали сами вылетать из рожка. Хватит! С меня довольно! Я не желаю более слушать эти роспозни. Господа! стряхните с себя! Это опиумное зелье! Гриня, в вашу руку я немедленно уезжаю. А я остаюсь. Превосходно! Я еду один. Дорогой граф, не смею вас задерживать, но, коль скоро десерт уже принесен, не откажите мне в любезности и попробуйте вот это вот знаменитый на весь мир японской пирожной Мэндау. Я не откажусь, барон, но это будет последнее, что задержит меня в вашем доме. Не смею вам возразить. Благодарю вас. О! Какое пирожное! Позвольте еще кусочек. Прошу вас. Благодарю вас. Это чудо! Смотрите. пирожное. Ох, я и не знал, что на свете бывает такое сладкое и вкусное пирожное. Откуда оно у вас, барон? Это особая и долгая история, граф. Но не беспокойтесь, моя деликатность не позволяет мне более раздражать. Ваш слух это пирожное столь прекрасное и гармоничное, что я желаю знать его происхождение. надеюсь, вы расскажете мне правду. А я всегда говорю только правду. Да? Ну, хорошо, я вас слушаю. Если вы так настаиваете. Нет, я покорнейше прошу вас. Ну, тогда слушайте. Я весь внимания, барон. Попробуйте вообразить себя, любезнейший граф. Спокойное приветливое море, блеск волн, крики чая. Вообразил, вообразил. Превосходно. Значит, вы без труда можете вообразить и изящный шестидесятипушечный фрегат под всеми парусами. А, ну, конечно, это проще простора. Право, граф, вы делаете успехи. Еще немножко и наш корабль поплывет. Да, конечно, я уже вижу, как он движется, рассекая полная. Куда ж нам плыть, дорогой граф? Куда прикажете, барон? Я вижу отдаленный бель. Смелее вперед, к нам. и так, однажды, после долгих странствий по морю, я причалил к турецкому берегу. турецкий слетан поздавая прибытие, конечно, пригласил меня обед. Я счастлив, что могу приветствовать вас, дорогой барон Мюнхгаузи, в своей древней столице. Взаимно, ваше султанское величество. Я рад, что вы в добром здравии. Взаимно, ваше султанское величество. Я знаю все ваши великие подвиги, и мне хотелось бы поручить вам одно трудное дело, с которым не справится никто ни у нас. Всегда к услугам вашего султанское величество. Я хочу поручить вам это дело, потому что вы самый умный, правдивый и находчивый человек на земле. Мне интересно слышать такие слова от вас, ваше султанское величество. Подойдите поближе, барон. С восторгом. Еще поближе. С наслаждением. Еще. Ну, вот так. Я хочу, чтобы вы поехали в Персию. С радостью. Они понимают, что тут радуются. А я, ваше султанское величество, очень люблю путешествовать и готов хоть сейчас на край света. Это хорошо. Я возлагаю на вас, барон, поручение, которое на веки веков должно остаться тайной для всех и потому я не могу даже вам рассказать, в чем оно заключается. Понимаю, ваше султанское величество. Я посылаю вас только потому, что знаю, вы самый надежный человек на земле. Благодарю за честь. Итак, сегодня же отправляйтесь в путь и дохрани вас, Аллах. Немедлень, не минуту я собрался и покинул турецкую столицу. Успел я проехать и полчаса, как навстречу мне попался маленький худой человек, бежавший с необыкновенной быстротой. К каждой ноге его была привязана тяжелая гиря, и все же он летел как стрела. Эй, посторонись! Дороги! Дороги! Остановись! Удивительный человек. Откуда ты и куда направляешься? Три минуты назад я был в Вене, а теперь иду в Индию поискать себе какую-нибудь работу. А ты зачем привязал к ногам тяжелые гири? Они же мешают бежать. Не беспокойтесь напрасно, я их для того и повесил, чтобы идти пешком, а не бежать слишком быстро, потому что торопиться мне некуда. Ага, ты мне нравишься, дружище, пойдешь ко мне на службу? С удовольствием, отчего не пойти, вы мне тоже нравитесь. И мы пошли вдвоем. А на другой день у самой дороги я заметил человека, который лежал на боку, приложив ухо к земле. Тихо! Тихо! Не мешайте мне, не мешайте! Что ты тут делаешь, любезный? Я слушаю, как в поле растет трава. И слышишь? Отлично слышу. Для меня это сущий пустяк. Ага. В таком случае, не желаешь ли поступить ко мне на службу? Твои чуткие уши могут пригодиться мне в дороге. Вот, кстати, я как раз ищу себе дело по душе. И мы пошли втроем. вскоре увидел охотника. В руках у него было ружье. Осторожно! Не вспугните его! Не вспугните! Послушай, милейший, в кого это ты целишься? Я нигде не вижу ни звери, ни птицы. Секунду! Вот так. На крыше колокольни в Амстердаме сидел воробей. Я попал ему этим выстрелом в глаз. Да я обниму тебя, дружище. Ты величайший стрелок на свете. Хочешь ко мне на службу? Хочу. Послужить хорошему человеку одна радость. И мы пошли четвером. Проехав много стран и городов, мы приблизились к обширному Есу. выдержит или не выдержит? Выдержит или не выдержит? Любезнейший, что ты собираешься делать? Да вот понадобилось дров нарубить, а топор у меня дома остался. Так я хочу изловчиться и обойтись без топора. Неужели ты хочешь повалить на землю все эти могучие дубы? А для меня это расплюнуть. Вот выдержит ли веревка? А ты мне нравишься. Я хочу взять тебя на службу. Пойдешь? Пойду. А то до смерти надоело ломать дубы и перетаскивать валуны. И мы пошли в Питером. А когда мы подъехали к Персии поднялась такая страшная буря, что все наши кареты и лохриди кувырком полетели по дороге. Простите меня почтеннейшие господа, что я увлекся и не заметил вашего приближения на дороге. А что ты тут делаешь, дружище? Я верчу мельницы моего хозяина. Как это тебе удается? Я дую. Ну а чтобы мельницы не сломались, я дую только из одной ноздри. Ага, превосходно. Хочешь служить у меня? Очень хочу. А то надоело дуть в пол силы. И мы пошли в шестерон. Вперси я очень скоро выполнил все поручения сультана. Моя находчивость помогла мне здесь. И через неделю вместе со своими необыкновенными слугами я вернулся в столицу Турции. 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 Дорогой барон Мюнгарс, рад вашему благополучному возвращению и очень, очень уволю вас за удачное действие в сердце. Всегда готов служить вашему султанскому величеству. Вы, барон, умнее всех моих министров. Хотите, я сделаю вас первым советником и генералом? Ваше султанское величество, благодарю за честь, но я человек скромный и вполне довольственный с тем, что имею. Ну, если так, я не настаиваю. Но, по крайней мере, отобедайте сегодня со мной. О, это с удовольствием, Ваше султанское величество. Я еще ничего не ел с дороги. Скажите, барон, вам нравится турецкая кухня? Ммм, да, да. Конечно. Она очень вкусная и оригинальна, но у вас, увы, настроение принято держать в касте десерта японское пирожное мэндало. Ваши восточные сладости лучшие во всем мире. Ваши восточные сладости есть и, ну, хороши, но в Японии у японского императора пирожное мэндало еще почище ваши сладости. Чем? Ваше султанское величество, человек, вкусивший пирожное мэндало, или, как его еще иногда называют, хосина-мэндало, становится мудрым и всемогущим, барон. Я привык верить каждому вашему слову, потому что вы самый правдивый человек на свете, но клянусь, что сейчас вы говорите неправду. Лучше восточных сладостей ничего на свете нет. А я вам докажу, что бывает. Мюнхгаузен, вы болтаете вздор? Нет, ваше султанское величество, нет. Я говорю сущую правду и беру через час доставить вам из дворца японского императора пирожное, по сравнению с которым ваши восточные сладости, извините меня, жалкое окислятие. А вы забываетесь, барон Мюнхгаузен. Я всегда считал вас человеком чести, а теперь вижу, что вы бессовестный лун. О, ну, если так, я требую, требую, чтобы вы убедились немедленно, правда ли я говорю. Если в четырем часам вы не доставите мне из Японии лучшие в мире пирожные, я отрублю вам голову. Отлично, я принимаю ваши условия. Но если в четырем часам пирожное будет на столе, вы отдадите мне столько золота, сколько за один раз может унести один человек. Так, согласен. Будете добавить перо, бумагу, хорошо. Принесите бумагу и перо. Так, японскому перо, второму. Ваш императ, извините, пока я вас прошу подарить мне коробочку того самого пирожного мэндала, которого вы угощали меня три года тому назад. Вот, если вы откажете мне в моей просьбе, ваш друг Мюнгаузен погибнет от руки калача. Все. Потропитесь, Мюнгаузен. Уже пять минут четвертого. Позовите моего слугу скороходом. Я здесь, господин. Сейчас же отправляйся в Японию и передай это письмо его императорскому величеству. Вернешься без четверти четыре. Понял. Сейчас будет исполнено, господин. Только отвяжу гири на ногах. Сейчас. Время неумолимо идет, Мюнгаузен. Ну, у вас его еще много. Сорок минут. Ну, это султанский величество. Я полагаю, что не стоит ли-то каких-то пустяков прерывать на шагу. Ну, что ж, продолжим, продолжим. Прекрасная рыба. Да, да, рыба. В вашем распоряжении тридцать минут. Ваше солданское величество, а кто вот эти люди на балконе? Вот это? Угу. Это мои палачи. Ой, милашенька. Изумительное мясо. Ваше распоряжение тринадцать минут. Что? А где же мой скороход? А вы что, уже сыты, Воронеж? Да, я... Вы разрешите мне выйти в сад, подышать свежим воздухом. Пожалуйста. Пожалуйста, в вашем распоряжении десять минут. Неужели мне осталось жить всего десять минут? Нет, уже девять, дорогой барон Михайлович. Позовите ко мне моих верных слуг. Я хочу с ними попрощаться. Это не воспрощается. В вашем распоряжении восемь минут. Вы явились, господин. Друзья мои, где скороход? Куда он пропал? Он заснул. Как заснул? Он спит. Я слышу его храп. Но это где-то очень далеко отсюда. Ужас, ужас. Что же делать? Не отчаивайтесь, господин. Сейчас я посмотрю, где он. Так, так. Ну что? Вижу. Он развалился на лужайке под дубом недалеко от японской столицы. И храпит. Как храпит? Рядом с ним коробочка с пирожными. Сейчас я его разбужу. Ну что там? Я попал в вершину дуба, по которым он спал. Так. На него посыпались желуди. И один попал ему прямо в лоб. Он проснулся. Сейчас будет здесь. Вот и я, господин. А это коробочка с пирожными японского императора. Какое счастье. Я спасен. Ваше время, Мюнгал, не стекает. Осталось всего полминуты. Где же ваша хваленая пирожная Мендала? Вот одно. И вы можете его отведать, ваше султанское вещество. Какая же, как всегда права. Я и не думал, что у нас дети бывают такой смартфон. Какое пирожное. Разрешите мне спрятать эту коробочку подальше от вас. Я хочу съесть ее один. Она ваша. Однако, я не желаю оставаться у вас в долгу. Казначей, я разрешаю моему другу, барону Мюнгалжину, взять из моих кладовых столько золота, сколько может за один раз унести один человек. Благодарю вас, ваше султанское вещество. Это щедрая плата за мои пирожные. Смотрите, смотрите. Наш силач несет сокровища из кладовых султана. Тебе не тяжело, дружище? Нет, тяжело будет султану, когда он увидит, что все кладовые пустые. Скорее, друзья мои, скорее на корабль, который я затрахтовал. И поспешил в открытое море, пока султан не опомнился и не отмел сокровища. Осел, который вкусил пирожное Мэндала, останется ослом, вкусившим пирожное Мэндала. Но случилось то, чего я так боялся. Едва мы отплыли от беда. Казначей бросился к своему повелителю и сказал, что я дочисто ограбил кладовые. Султан, конечно, пришел в ярость и послал за мной весь свой военный флот. Увидев множество военных кораблей, я, признаться, не на шутку струсил. Я почувствовал, что моя голова, только что укрепившаяся у меня на плечах, снова как бы обделяется. Друзья, господин, они нас не догонят. Сейчас я направлю одну ноздрю против турецкого флота, а другую против наших парусов. Смотрите. То, что произошло дальше, было потрясающе. Поднялся такой ужасный ветер, что весь турецкий флот в одну минуту отлетел обратно в гавань, а наш корабль, подгоняемый могучим слугой, быстро помчался вперед у всех. Вот и вся история о японском пирожном Мендана, турецком шултане и моих верных слугах. Ах, как жаль, что оно так быстро кончилось. Да, мне так приятно было чувствовать себя поделителем ветра. А мне себя величайшим стрелком на свете. Господа, когда природа обделила тебя музыкальным слухом, радостно поверить в то, что тебе дано услышать, как растет трава. И учаться быстрее арабского скакуна, когда ты страдаешь оживительно. Как необходимо, когда начинаешь стареть, и вновь почувствовать себя полным жизненных сил. Я все понял! Послушайте, господа, я все понял. Я понял все! Я понял великую и всемогущую силу фантазии. Наконец-то, мой дорогой граф, на вас снизошло просветление. Дорогой барон Маузен, позвольте вкусить еще и пирожное с поэтическим названием Мендала. Сладостное пирожное обладание мудростью. И вот только вкусив его, один глупый граф перестал быть глухим и слепым и, наконец-то, понял вас. Дорогой барон, простите его. Ну, полно, полно, граф. Кто за счет, дорогой Маузен? Кто посмел сказать, что вы лжец? Покажите мне этого человека, я вызываю его на дуэт. Вы, маг и волшебник, простой хлеб вы можете превратить в роскошное яство, а воду, стройчайшее на пике. Нет, нет. Вы говорите всегда нечто большее, чем просто правдивые слова. Именно поэтому вы самый правдивый человек на свете. Вашу руку, барон. Браво, граф. Прекрасно сказано. Да здравствует наш дорогой барон Маузен. Браво. Благодарю вас, друзья. Благодарю. Ну, что ж, я весьма тронут вашими добрыми словами. Однако уже утро. Мы, как всегда, забыли о времени. Правда, сегодня я не успел рассказать и десятой части своей истории, но это легко поправимо. Завтра в полночь я даю ежегодный весенний бал. Приглашаю всех, кто пожелает. И, клянусь честью, такого балла никто из вас еще не знал. Можете мне поверить, ведь это говорю я, барон Маузен, самый правдивый человек на свете. Самый правдивый человек на самом деле я не смогу разобраться. Я не знаю, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok